Здравствуйте! Христос Воскресе! В эфире программа «О книжной полке». Ее ведущая Наталья Казынцева. В апреле 1918 года в Тобольск из Петрограда приехал комиссар Яковлев с заявлением, что увозит государя Николая II с собой. Государыня отказалась отпускать супруга одного, хотя ей было и тяжело оставлять своих детей, особенно заболевшего цесаревича. В итоге было решено ехать вместе, взяв с собой только Марию. Остальные же дети должны были остаться в Тобольске. И уезжавшие, и остававшиеся еще не знали тогда, что скоро снова соединятся, чтобы безвинно пострадать. А пока царственные супруги с дочерью Марией отправлялись в свое последнее путешествие, конечной остановкой которого стала станция «Шортаж» города Екатеринбурга. Об этом и других событиях из жизни царской семьи рассказывает книга, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве «Лепта книга» и называется «Царский венец». Книга «Царский венец», написанная писательницей Мариной Кравцовой, представляет собой биографическую повесть, созданную на основе мемуаров и исторических документов, и рассказывает о достойной жизни и мученической кончине семьи царственных страстотерпцев. Она повествует о судьбе императора Николая II и его супруги, императрицы Александре Федоровны, об их любви, которая зародилась в юном возрасте и которую они пронесли через все испытания, выпавшие на их долю страшное русское лихолетие, и об их чудесных детях. Так как эта книга написана по большей части для юного поколения наших читателей, поэтому ее повествование начинается, конечно же, от юных лет государя и государыни. Вот, допустим, в первой главе говорится о маленьком Нике, его братье Жоржике и их друге Володе. По воспоминаниям последнего, в будущем полковника Владимира Олленгрена, в частности, был составлен этот рассказ. Давайте сейчас обратимся к книге и узнаем, как относился император Александр III к воспитанию своих детей, которых в семье было пятеро. Николай, Георгий, Ксения, Михаил и Ольга. Как пишет автор, император обожал своих детей. Он играл с ними в снежки, учил пилить дрова и помогал строить снежные крепости. Но при этом воспитывал их почти по-спартански. Сам скромный и непритязательный в быту, он приучал к тому же и детей. Спали великие князья на простых солдатских койках с жесткими подушками. Утром принимали холодную ванну, на завтрак ели обычную кашу. Великий князь Александр считал, что детей не нужно отдалять от земли, а потому приветствовало их общение с простыми людьми. Поэтому Никки, несмотря на свое царское происхождение, рос шаловливым и озорным мальчишкой. Он обожал чехарду, лепил снежных баб, носился по саду, а порой был не прочий подраться. Обычные проказы мальчишек всех времен не обошли его стороной. Но при всех этих ребячьих качествах была у него очень нежная, чувствительная душа. Как это проявлялось, читатели смогут узнать из этой книги. А о том, как росла и воспитывалась будущая императрица Александра Федоровна, повествует следующая глава книги. Например, автор рассказывает, что в детстве принцессу Алекс мама называла не иначе, как «солнечный лучик». Как описывают ее современники, она была весьма любознательна. Все, что окружало маленькую девочку, вызывало в ней живой неподдельный интерес. Пылкая натура стремилась получить ответ на все непонятное и неизведанное. Она не была капризной и избалованной, какими принято считать принцесс, и уже в раннем возрасте проявляла большую выдержку и силу воли. Господь наделил ее любящим и преданным сердцем, необыкновенно чутким и сострадательным. Даже будучи совсем малышкой, она не любила играть в куклы, ведь они не были живыми. Зато кошки, собаки, лошади вызывали восхищение жизнелюбивой принцессы. Их можно приласкать, о них можно позаботиться, и они ответят тебе чрезвычайной преданностью и дружбой. В юношеском возрасте Алекс уже имела хорошее познание в истории, литературе и географии. Глубоко воспринимала музыку. Возвышенная душа принцессы тонко чувствовала красоту природы. Алекс нравилась сидеть в саду с рукоделием в руках, слушать пение птиц, любоваться закатом солнца. Это была чистая и цельная натура. Глядя на неё, нельзя было усомниться в целомудрии её мыслей и чувств. Принцесса не любила шумного общества. Иногда во дворце устраивались детские вечеринки, но Алекс не получала от них особого удовольствия. Её природная застенчивость заставляла её держаться в стороне. О том, как встретились эти два замечательных человека, воспитанные в любви к Богу и ближним, как соединились их любящие сердца в один идеальный союз, как рождались и воспитывались их дети, и как вместе они всё претерпели даже до смерти, рассказывает автор далее на страницах книги «Царский венец». А мы вернёмся к тем дням, когда святые супруги с дочерью отправлялись в Екатеринбург. Остальные дети оставались в Тобольске. Автор об этом пишет так. Утро Николай Александрович и Александра Фёдоровна с дочерью Марией встретили в тележках-плетёнках, на дно которых Жильяр и Долгоруков накидали добытую на заднем дворе солому. Для государыни постелили ещё и матрас. Императрица была теперь спокойна, как обычно. Государь же и раньше сохранял внешнее спокойствие. Сжав руку Жильяра, Александра Фёдоровна некоторое время смотрела на него молча, явно прощаясь взглядом. Все понимали, что будущее настолько тёмно, что никто не сможет сказать с уверенностью, увидятся ли они вновь когда-нибудь. Но произносить слова прощания никому не хотелось. Достаточно было крепкого пожатия рук. «Пьер, я очень прошу вас, идите сейчас к Алексею», — сказала государыня. «Не надо нас провожать, побудьте с ним. Сейчас вы нужны ему, как никогда». Швейцарец молча поклонился и прошёл в дом. Яковлев меж тем укутывал Александру Фёдоровну в даху Боткина, распорядившись принести для доктора тулуп. Он вообще был непривычным для комиссара почтителен, то и дело делал под козырёк. Но сесть императрице рядом с мужем не позволил. С матерью разместилась Мария. Кроме Боткина, из свитских царственную чету сопровождал князь Василий Долгоруков, из прислуги — Терентий Чемодуров, Иван Седнев, Анна Демидова. Их тоже разместили по воскам. Пьер, сидевший возле постели Алексея, сквозь стихие всхлипывания царевича услышал шум отъезжающих экипажей. И сердце его больно заныло. А вскоре до слуха учителя донеслись рыдания Ольги, Татьяны, Анастасии. Только во второй половине мая остальные дети вместе с прислугой были доставлены в Екатеринбург. Об этом автор пишет. Екатеринбург. Кто бы мог подумать о нём в то суровое утро холодной сибирской весны, когда простые экипажи увозили в неведомое государя, его супругу и дочь. Долго сидели над телеграммой потрясённой великие княжны. Не в силах ничего понять. Значит, не в Москву? Отца вовсе не в Москву везут? Но почему? К худому это или к доброму? Да, Москва оставалась такой же далёкой, как была. Ультрареволюционный Урал просто-напросто проигнорировал задание центра. Дети Николая, скучавшие по нему в Тобольске, не могли знать о том, как в местный совдеп, едва проведав, что пленённого императора увозит в столицу, устроил настоящую свару. По размытой весенней дороге гнал Яковлев извозчиков, опасаясь, что будет остановлен теми, кто не желает выпустить бывшего царя из рук Красного Урала. Так государь и его семья стали пленниками уральских большевиков. Николай Александрович, узнав об этом, долго молчал. Куда угодно отправился бы я с лёгким сердцем, только не в Екатеринбург, тихо произнёс наконец Николай. Я знаю из местных газет, как и резко настроены против меня уральские рабочие. Яковлев развёл руками. Ваше Величество, я сделал всё, что мог. Я понимаю, Василий Васильевич, конечно, благодарю вас. Государь уже заранее принял всё, что могло ожидать его в Москве, будь то суд или передача какому-либо иностранному правительству. Думал он и о подписании Брестского мира, и даже о том, что большевики могут решиться на возрождение монархии, которая, естественно, должна будет подчиниться им. В этих случаях государь готов был бороться до последнего, не желая содействовать предателям России. Но Екатеринбург — это полная неожиданность, мрачная новость. Если конец приближается, то именно Екатеринбург может стать концом всего. Этими размышлениями Святого Царя мы закончим рассказ о книге, прочитать которую предлагаем нашим читателям. По словам издателей, эта книга поможет нам и нашим детям взглянуть любящими глазами на историю нашего Отечества, поможет вернуть в нашу жизнь поруганные идеалы мужества, любви и патриотизма. Образ царственных страстотерпцев, очернённый врагами России, вновь предстаёт перед нами как чистое зерцало правды и благочестия, как олицетворение подлинной красоты. Царские венцы, ставшие терновыми, вновь сияют вечной нетленной славой в Царстве Небесном и в молитвенной памяти почитающих святых мучеников. Книга даёт настоящий пример тех отношений между близкими людьми, которые сегодня так редки. Написанная для юношества «Повесть «Царский венец»» будет интересна и взрослым читателям, тем, кому дорога судьба нашего Отечества. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. А я на этом с вами прощаюсь и желаю, как всегда, приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Христос Воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok